Что еще было неожиданного, это то, что регион, такой Луганский, восточный регион, продемонстрировал обаяку недюжинный интерес к автомобилям китайских производителей. Этот спрос не был никаким образом выловлен на протяжении года и фактически сегодня ведутся переговоры в открытии дилерского центра на востоке Украины. Ну и могу сказать, что Украина родина трендов, поддерживая там самосознание и кризис закончился, этот кейс сегодня использует Атлантем по своей сетке и в Москве вот сегодня идет реализация подобного аукциона. Что же мы покажем дальше? Да, совсем забыл сказать. С этого надо было начинать. 9 лет компания World of Studio занималась разработкой искусственного интеллекта и сегодня у нас есть хорошие новости. Искусственный интеллект стал реальностью. Сегодня можно на сайте студии пообщаться с представителем этого всемирного разума с 9 до 10 часов вечера в режиме реального времени. Пожалуйста, заходите, мы приветствуем вас в новой реальности. Спасибо, вопросы. Ночью не работает? А? Ночью. Ну вот, задайте вопрос. У него право полушария работать. Создаете ли вы рынок? То есть учите ли вы, ну, есть и правда проблема, что люди еще действуют по-старому, они еще не знают возможности интернета, поэтому возможно вы действительно... Вы как корифей рынка. Ты знаешь, вот сегодня, сегодня пришел, спасибо за вопрос. Сегодня мы, когда шли на, вот, к вам, мы вспомнили такой анегодок, когда встречаются два консультанта. Бизнес-консультанта, которые занимаются, там, помощью бизнесменам в формировании их стратегии, маркетингу и как-то. Они друг другу задают вопрос, там, привет, привет, ты понимаешь, что сегодня происходит? Он говорит, ну, секундочку, ты не волнуйся, я сейчас тебе все объясню. Он говорит, я тебе сам все объясню. Он говорит, ты понимаешь, что сегодня происходит? Ну, это так, первоапрельская шутка, и всем. Понимаю, что, как бы ты ни хотел развить рынок, если нету потребностей, рынок не развивай. Вот сегодня есть уникальная ситуация, когда количество пользователей подросло, когда бренды поняли, что другие коммуникационные инструменты или дороги, или неэффективны. У нас есть уникальная возможность встретиться, но мы можем разминуться, потому что вот клиент, придя в интернет, не зная о проблемах, он может упереться в ситуацию, когда все его деньги потратятся впустую. И вместо позитивного эффекта он получит негативное. Мы стараемся это делать, у нас есть блог, у нас есть там семинары, где-то там вещи принимаем, там, достаточно активно участие. У нас есть клиенты, с которыми мы работаем peer-to-peer, но не все так быстро, но все, по крайней мере, в нужном направлении. И еще один вопрос. А вот здесь идет рекламная кампания. Как вы относитесь к созданию именно промо-сайта под эту рекламную кампанию? Или все-таки использовать информацию и ввести на корпоративный сайт? Ну, то есть создавать отдельный сайт под рекламную кампанию? Если можно, там, на 360, в принципе, инструменты подбираются уже после того, как мы определили цели задачи компании, целевую аудиторию, ее особенности. И после этого выбираем медиамикс. То ли нам нужно сделать промо-страницу, то ли, может быть, нам нужно сделать 10 тысяч промо-страниц. Или один баннер. Или один баннер, который вообще не нужно создавать страницу. Ну, пример Мегамакс, в данном случае, пример отсутствия, ну, собственно, сайта. Если человек захотел, там есть возможность перейти на сайт. Алексей, здравствуйте, с днем рождения! Спасибо. Ваши миссии... Можно вопрос? Да. Лозунг, который хотел выступить такой немного Дисна. То есть евросеть цены просто... Ну, и рифмут. Они сделали второй... Что ничего себе. Да, да, да. И тот видеоролик, который был в интернете. Они сделали интернет-магазин в том же стиле. То есть под стилем вы видели, да? Вот. Как вы можете, может быть, кто-то видел, там есть сайт. Как такое решение могло повлиять. Есть целева аудитория, для которой это все интересно, взять эту ссылку и попереслать... Что я тебе могу сказать? Все, что не запрещено, наверное, разрешено. Наверное, есть какая-то там лайфстайл бренда, может быть, они хотят его убить. А может быть, наоборот, у них там все хорошо. Надо смотреть, разбираться в каждом конкретном случае. Рецептов готовых нет. Это, как ни странно, моя презентация называется, нет эксперимента. Но по факту это постоянный эксперимент. Постоянный. Не бывает ни одного готового решения, которое можно приложить. Вот профилы пришло с готовым маркетинговым планом, движком интерфейсов. Не работает. У меня несколько вопросов. Вы говорили о том, что обычные социальные, демографические какие-то характеристики пользуются. Есть. Можно газеткой воспользоваться? Газеткой воспользоваться? Уже не играет в такой большой роли. Попробуйте. Ну, я сказал, что этого недостаток. Оно играет, но этого недостаток. Что имеем? Проблемы. Да. То есть, что я хотел сказать. Мы можем там, вот, Наталья Кусель подсказывает. Есть такая штука. Бриф для продвижения пятерки BMW. Классический случай. Можно описать людей, которые вводят BMW, как мужчина, среднего возраста, активный, лидер, троевали-то педали, возраст, образование. Очень многое можно сказать всего, не сказав самого главного. Это люди, которые предпочитают ездить в левой полосе. Вот их инсайд не справа и не посредине. Да, вот они постоянно рвутся вперед. Вот на основе этого инсайда можно уже выстраивать какую-то креативную, ну и выбор медиаканала, соответственно. Ну, да, жизненная позиция. Это внутренняя потребность, которая драйвер, да, которая тебя подрывает там в 6 часов утра ехать на Рэйбол. Я вижу, что он начался уже. Начался через использование мобильного маркетинга. Вот Марина Стрижевская в прошлом году презентовала кейс, когда батончики Snickers Mars и Lions, да, они там концептировали свой бюджет и сделали компанию, по-моему, месяц, каждый час они раздавали ноутбук. Для того, чтобы принять, стать участником этой акции, тебе нужно было купить батончик, его там разорвать, увидеть код, отправить код и, соответственно, в течение часа разыгрывался ноутбук. Бюджет был сумасшедший. Безусловно, если сработан сумасшедший. А? Это массовый маркет. Пришел в интернет частично, да, там был сайт, там были свои персонажи, там было комьюнити. И так были возможности посмотреть результаты, возможности разнакомиться с акцией, возможность увидеть победителей, в конце концов. Ну, то есть, был достаточно интересный кейс, который продемонстрировала международная компания. Потому что калька не работает. Нужно адаптировать. О чем конкретно? Ну, вот про Фио говорил буквально минут 40. Вот о чем конкретно, о том, что мы берем готовую модель бизнес, да, которая хорошо работает в Киеве, но она не будет работать неправильно. Ну, другие люди, другая реальность. Мы сегодня, чем и хороший интернет, тем, что он может нарезать аудитории, нарезать инсайты, нарезать и хранить информацию. У нас можно анализировать ее и можно предлагать что-то новое. Потому что, там, цикл МБ, он не заканчивается, а не ГБ. Хорошо. Может, кто-то похожее? Некуда? Давайте, может, мы как-то... Я буквально... Нескликсую, а как тогда быть, когда вы нарезать? Нарезать аудитории? Да. А как быть ситуация, когда за монитором собираем ребенок, а выдает себя... Какой бы выразиться? В практике? В практике? Нет, ну, это вот особенности интернета. Нет, ну, вопрос потребностей. Вряд ли у него будут такие потребности, как у бизнесмена, да? Выдаем у себя за бизнесмена, и что? Если он пытается бизнесмена и купит ваши, там, курсы английского языка... Курсы, 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 курсы...